Здравствуйте! В эфире программа интервью с вами Артем Тютюников. Сегодня нашим гостем станет инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Норильску ГУМЧС России по Красноярскому краю Мария Мартиросян. И поговорим мы о том, как правильно, а главное безопасно использовать пиротехнику. Мария Владимировна, здравствуйте! Здравствуйте! Близится Новый год, каникулы. Практически все будут использовать бенгальские огни, хлопушки, фейерверки. Расскажите, как вы контролируете продажу пиротехники? Наш отдел проводит выездное обследование по местам реализации пиротехнических изделий. И в случае обнаружения каких-либо нарушений принимаются решения уже о проведении контрольно-надзорных мероприятий по согласованию с прокуратурой. На что нужно обратить внимание при покупке пиротехники? Нужно обратить внимание на то, что при покупке пиротехнических изделий нужно оценить и продавца, и торговую точку, и само изделие. Если что-то смущает, если не дают ответы на вопросы, не предоставляют документацию, если внешний вид так называемых игрушек смущает, то лучше выбрать другой магазин и купить развлечение, которое не нанесет травмы. Пиротехнику можно продавать далеко не везде и только при наличии всех необходимых документов. В первую очередь нужно обращать внимание на само изделие, на упаковку, на целостность ее, чтобы не было никаких повреждений. Вот вы упомянули про внешний вид. Какой этот внешний вид? Чему он должен соответствовать? В первую очередь нужно обратить внимание на целостность упаковки, чтобы не было следов повреждений, намоканий от покупки пиротехники. Если это присутствует от покупки пиротехники, лучше отказаться. Вообще на самой упаковке обязательно нужно смотреть на срок годности. Если срок годности истек, такую пиротехнику лучше не использовать. Мало купить качественный фейерверк, его еще нужно правильно использовать. Напомните, пожалуйста, главные правила, как правильно использовать фейерверки и безопасно использовать? Естественно, фейерверки нельзя запускать в помещениях, на балконах, на крышах, на лоджиях. Даже хлопушки и бенгальские огни желательно, конечно, использовать на улице и запускать вдали от любых домов, строений и сторониться высотных зданий, чтобы порывом ветра не унесло огонек куда-нибудь в окно или в форточку. Нужно соблюдать безопасное расстояние от людей. Это примерно метров тридцать. Но даже при использовании хлопушки обычной тоже нужно соблюдать правила безопасности. Например, той же хлопушкой можно повредить, например, стрельнув в глаз. И то есть при неумелом использовании можно получить травму. Батареи салютов должны устанавливаться на ровном месте и стрелять строго вверх. Есть разновидность фейерверков, такие как римские свечи. Их тоже желательно втыкать в сугроб, либо привязывать к вертикальному столбику, чтобы она била четко вверх. Если фейерверк не сработал, не нужно к нему сразу бежать, нужно подождать минут 10 и убедиться, что он не тлеет. И не нужно зажигать неудавшийся фейерверк повторно. Есть ли какие-нибудь ограничения по погодным условиям? В сильный ветер или в метель, конечно, лучше не использовать фейерверки, потому что порывом ветра может отнести огонек и попадет кому-нибудь на балкон или в открытое окно. Если купили фейерверк заранее и хотите им воспользоваться в новогоднюю ночь, как правильно хранить эти фейерверки? Фейерверки хранить лучше в сухом месте, в оригинальной упаковке. Запрещено хранить пиротехнические изделия во влажном или в очень сухом помещении, где температура будет более 30 градусов. Вблизи с легко воспламеняющимися предметами, с батареями, с обогревателями, конечно, такое лучше не хранить. Не носить их в кармане, не возить в автомобиле и, конечно же, хранить подальше от детей. Хочется поговорить отдельно про бенгальские свечи. В новогоднюю ночь большинство людей используют их прямо дома. Как их правильно хранить и насколько вообще безопасно ли это? Бенгальскую свечу, конечно, тоже лучше поджигать на открытом воздухе. Когда вы поджигаете, следует держать ее за металлическую часть, на которую не нанесен пиротехнический состав, и под небольшим углом горизонтально. Если держать горящий бенгальский огонь вертикально, то искры могут попасть на руки и, соответственно, это вызовет ожоги. Использовать бенгальские свечи, как я уже говорила, лучше, конечно, на открытом воздухе. Перед использованием бенгальской свечи необходимо внимательно посмотреть на ее поверхность. Если есть какие-то повреждения, если какие-то неровности, если состав от свечи немножечко отходит, то лучше не использовать такую свечу. И при горении, когда догорит бенгальская свеча, то лучше ее утилизировать, опустив в емкость с водой. Мария Владимировна, большое спасибо вам за эту беседу. В эфире была программа «Интервью». Всего доброго!